IT-специалист – самая востребованная профессия в 2022 году. Этот факт выяснился в ходе опроса одного из сервисов по поиску работы. Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество айтишников, многим компаниям и предприятиям требуются квалифицированные работники. Наталья Дуркина продолжит тему. Мунирджун Абдулахубов учится на первом курсе, но в компьютерах разбирается лучше, чем некоторые его сверстники. Юноше довольно легко дается изучение предметов по специальности. Мне приходилось работать с компьютерами, и мне это очень понравилось как-то. Вот я и решил отучиться и получить какое-то там знание, как бы. И собираюсь в дальнейшем работать в этой сфере, как бы. Ну, пока учимся. Если для Мунирджуна освоение профессии только начинается, то вот для Дмитрия Хатанзейского оно подходит к концу. Уже четыре года студент изучает тонкости будущей работы. Поскольку сейчас идет тенденция в области IT, потому что у нас сейчас все перехватывает инфекционные технологии, и мне показалось это перспективное направление, поэтому я и выбрал такую специальность. Потому что она мне интересна, потому что нужно возиться с железом, работающими с серверами, с компьютерами, и с пользователями, и сам настраивающую систему, сеть от нужды организации и от того, как тебе хочется попробовать настроить. Юноша уже выбрал тему для будущей дипломной работы. Она связана с виртуализацией. Берем виртуальную машину, настраиваем сети, то есть настраиваем политики безопасности, производим какие-то базовые настройки, делаем, делаем, вот, проверяем, там, сетевую доступность, настраиваем межсетевые экраны, допустим. То есть это вот такая деятельность, связанная именно с тонкой настройкой систем. Вот. То есть нужны люди, которые понимают весь этот стэк технологий, сетевых и программных технологий. Первый выпуск студентов в прикладной информатике был еще в 2005 году. Затем специальность сменялась, и теперь ребята изучают сетевое и системное администрирование. Очень большой оцен делается на подготовку специалистов именно по администрированию ЮНИКС. Хотя, кстати, Windows-сегмент мы не оставляем в стороне. На выходе студенты должны сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills России. И там требуется от выпускника умение администрировать не только ЮНИКС-овместимые системы, но еще и Windows, и работать с разными сетевыми устройствами. Ну, в основном, конечно, это ЦИСК-устройство, но у нас есть и Д-Линки, коммутаторы Д-Линк, и с микротиками мы работаем. То есть, в общем, такой гетерогенный подход. Время идет, и технологии не стоят на месте. 1 сентября на базе социально-гуманитарного колледжа откроются две мастерские по направлениям сетевое и системное администрирование, а также виртуальная действительность. Все это стало возможным благодаря выигранным средствам федерального гранта в размере 15 миллионов рублей. Очень такой большой шаг, прорыв просто в укреплении материальной базы, в развитии вообще колледжа. И в соответствии с тем, что когда мастерские будут открыты, то это будет такая база современная, которая соответствует стандартам WorldSkills. Еще одна модернизация коснула специальности графический дизайнер. В декабре нам были выделены средства на миллион 180 на развитие такой специальности графический дизайнер. И мы успели провести закупки, получили уже всю технику, и сейчас она уже у нас устанавливается. То есть это тоже такая техническая, в принципе, специальность, которая требует больших вложений. И благодаря департаменту образования, благодаря администрации округа мы, конечно, немножко, потихонечку развиваемся, получаем средства и закупаем необходимую аппаратуру согласно инфраструктурным листам по данной специальности. К слову, выпускники колледжа нашли свои рабочие места не только в городах-миллионниках, но и в регионе. Большинство специалистов работают в городской и окружной администрациях, в Нинецком информационном аналитическом центре, а кто-то остался преподавать в родном колледже.